Всем привет! Это «Читай город» шоу «Понять читать», в котором мы рассказываем о литературе в самом широком смысле, от сути произведений до детства писателей. А этот выпуск навряд ли можно назвать веселым. Мы решили посвятить его странным загадочным смертям русской литературы. Местами будет грустно, а иногда даже жутковато. Зато вместе мы узнаем, как Гоколь довел себя до смерти. Смерть Маяковского. Заговор или трагичный конец? Кстати, напоминаем, что это скорее формат дружеской беседы, а не официальное мнение компании «Читай город». Начнем мы, конечно же, с Николая Васильевича. Вокруг его жизни ходит такое множество легенд и мистических домыслов, что, кажется, просто он умереть не мог. Дата смерти – 21 февраля 1852 года по старому календарю. И самое жуткое то, что смерть целый месяц до этого находилась прямо рядом с ним. Все началось 26 января, когда умерла Екатерина Михайловна Хомякова. Она была близкой подругой писателя, и ее смерть расшатала его психику. Чтобы вы понимали, все было настолько плохо, что после панихиды Гоголь решил, что все для него кончено. А затем, стоя у гроба, Хомяковой произнес фразу. Ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти. Но самое интересное происходит дальше. 4 февраля начиналась Масленица. И хотя это неделя, когда народ спешит на ест облинов перед Великим Постом, Гоголь решил попаститься и поговеть. С 5 февраля он почти полностью отказался от еды. На обед ел пару ложек капустного рассола или овсяного супа на воде. А на завтрак – чай с просфорой. Кстати, просфор – это такая маленькая сухая булочка, которую дают вместе с вином в храмах. Ну, так, чтобы вы понимали. Не густо, правда? А все остальное время он проводил за молитвой. Вот как описывал его доктор Тарасенков, который, кстати, написал книгу «Последние дни Николая Васильевича Гоголя». Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца. Уже в ночь с 8 на 9 февраля Гоголь долго молился на коленях и уснул на диване без постельного белья. Во сне он видел себя мертвым и слышал голоса, которые говорили ему, что он вот-вот умрет. Каждый день ему становилось все хуже как морально, так и физически. А последние деньги, которые он заработал от издательств, попросил раздать беднякам. С этого момента он ослабел настолько, что уже не выходил из дома. А уже 18 числа слег в постель окончательно и не вставал с нею. К нему приводили врачей, уговаривали лечиться, но Гоголь наотрез отказывался. Видимо, настолько сильно поверил в свою смерть. Граф Толстой, у которого писатель жил в то время, созвал консилиум, который подтвердил давно поставленный диагноз – менингит, и решил начать лечить Гоголя силой. Врачи обращались с ним как с безумным, оплевали холодной водой, ставили пиявок, обкладывали горчичниками. И этим только довели Гоголя до того, что 20 февраля он впал в полное беспамятство. С вечера он никого не узнавал и неразборчиво шептал себе молитву под нос. А около 8 утра на следующий день умер. Довел ли себя до смерти Николай Васильевич сам? Или его намеренно кто-то все это время подталкивал к смерти? Историки пока не выяснили. А вы напишите свое мнение в комментариях. А теперь перенесемся в 1930 год в Москву на Лубянский проезд. 10 часов утра. В квартире номер 12 – скандал. Мужчина и женщина спорят на повышенных тонах. После чего женщина выходит из комнаты, доходит до парадной двери и… Слышит звуки выстрела. Она бегом возвращается и видит еще не рассеявшийся дым от пистолета. На полу тело мужчины с небольшим кровавым пятном. Она падает к нему, держит его голову, но лицо человека начинает страшно бледнеть. Она в панике выбегает на улицу встречать скорую помощь, возвращается обратно и слышит. Поздно. Умер. Так от выстрелов сердца трагично ушел из жизни Владимир Маяковский. А женщиной была Вероника Полонская. Как говорят, любовная лодка разбилась о быт. Но поклонники поэта спорят, было ли это самоубийство? Или писателю все же помогли? Версии смерти, кстати, набралось предостаточно. Более-менее внятное – Маяковского убило ОГПУ. Это орган госбезопасности в СССР. Ее выдвинул Валентин Скорятин, который изучал документы по делу. Вот как все могло выглядеть. Во время ссоры некто спрятался в подсобке, и пока Полонская спускалась вниз, проник в квартиру к Маяковскому. Маяковский увидел пистолет в руках, закричал, а после послышался выстрел. Убийца подошел к столу, оставил на нем предсмертное письмо и спрятался в ванной или туалете. А когда на шум прибежали соседи, он через черный выход попал на лестницу и вышел на улицу. Ну это прям какой-то детектив. Но были еще более абсурдные версии. Например, что поэту убила как раз та самая Полонская, ведь якобы она была в комнате, когда раздался выстрел. Но уверенных доказательств, кроме одного свидетельства, нет. Еще вариант. Маяковский совершил самоубийство. Но сделал это потому, что оказывается болел сифилисом. Кто-то говорит, что в Маяковского вообще стреляли дважды. Один раз сердце, другой в висок. Но мы покопались в фактах и выяснили, как выглядела смерть поэта. Вот как зафиксировали ее в протоколе следователи. Труп Маяковского лежал на спине посреди комнаты головой к входной двери. Левая рука согнута в локте. Ноги раскинуты в сторону. Голова повернута вправо. Глаза открыты. Зрачки расширены. Рот полуоткрыт. Уши, губы, кисти рук темно-синего цвета. На груди, на 3 сантиметра выше левого соска, имеется рана округлой формы, диаметром чуть меньше сантиметра. Выходного отверстия нет. С правой стороны, на спине, в области последних ребер, под кожей прощупывается твердое народное тело. Незначительное по размеру. С левой стороны трупа лежит пустая стрелянная гильза. От револьвера Маузер. После этого тело Маяковского отвезли на суд медэкспертизу. Мозг забрали сотрудника института мозга и сообщили, что с органом все в порядке и с ним нет никаких изменений. Вскрытие в ночь с 14 на 15 апреля проводил патологоанатом профессор Талалаев. Его внучка вспоминала так. Несколько дней профессор был в подавленном состоянии. Никому ничего не рассказывал от той ночи. Лишь позднее сказал, что сам производил вскрытие его тела в клинике и что разговоры об убийстве Маяковского безосновательны. Это самоубийство. А как раз из-за слухов о сифилисе тело пришлось вскрывать второй раз, уже 17 числа. Это делал снова Талалаев, но уже при сотрудниках с Лубянки. Что после первого, что после второго вскрытия врачи заключили. Никаких венерических заболеваний не было. Кстати, важная подробность. Пуля пробила сердце, легкие и почку. Видимо, поэтому оказалась именно у нижних ребер. А сам Маяковский пытался поднять голову после выстрела, но уже не смог. Вот так вот, друзья. Скажем честно, писать такой выпуск было тяжело, но в то же время очень интересно. Если вы хотите, чтобы мы рассказали подробности жизни или смерти других известных писателей, пишите в комментариях свои варианты. Мы их изучим и включим в план роликов. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok